Сначала поговорим о том, что публиковал в своем инстаграм-аккаунте на этой неделе мэр Благовещенской Али Камамеев. Так, граноначальник разместил в профиле фото со своей мамой и трогательно поздравил ее с Днем Матери. Фото набрало больше 4000 лайков. В комментариях подписчики также написали свои пожелания в адрес мамы градоначальника. Здоровья и долгих лет жизни! Прекрасное фото здоровья вашей маме на долгие годы! Не просто хранительницы домашнего очага, а мамы, способные на настоящий подвиг. О сильных женщинах при Амуре Амурское областное телевидение показало в эфире цикл сюжетов, приуроченных ко Дню Матери. Материал корреспондента Ольги Сысой в инстаграм нашего телеканала набрал больше 8500 просмотров, а в комментариях пользователи поздравляли всех мам с праздником. Не море по колено, а снега по крышу. Один из благовещенских пабликов опубликовал несколько фото, на которых автомобили оказались во власти снежных сугробов. По словам автора публикации, фото сделаны в Приморье. Больше всего подписчики удивились второму снимку и недоумевают, как машины оказались так высоко. Добрый поступок запечатлил на камеру один из жителей Благовещенска. Видео от подписчика опубликовал местный инстаграм-аккаунт. На кадрах мужчина катит свою машину по улице города. Сотрудники ДПС, находившиеся рядом, подошли и помогли доставить автомобиль на стоянку. Видео посмотрели больше 50 тысяч человек. Молодцы, ребята! Побольше бы таких в наших рядах! Как приятно смотреть на таких людей! Душа радуется! А теперь перейдем к новостям автомобильным. О том, как правильно разворачиваться, уж точно не знает один из водителей Благовещенска. Пытаясь совершить маневр, он несколько раз ударил по машинам, которые стояли позади него. На кадрах водитель старается развернуться, но все попытки заканчиваются неудачно. Когда автомобилист повредил оба авто, ему все же удалось уехать с места происшествия. Видео просмотрели 26 тысяч амурчан. А следующее видео вам точно поднимет настроение. Несмотря на то, что до Нового года еще почти месяц, житель Хабаровска решил подбодрить местных жителей и устроил праздник на улицах города. Мишура, шапка Санта-Клауса, очки – эти новогодние атрибуты чаще всего раздавал молодой человек прохожим. Реагировали все по-разному, но в комментариях инициативного парня чаще хвалили. Супер парень, я аж разулыбалась. Почему он мне не попался? Я бы к нему присоединилась. Молодец парень, настроение поднял всем, не только мне. Всех с наступающим Новым годом! Поехали! С наступающим! Спасибо! Пожалуйста! Только струли, у меня плечо болит. Ладно. Ой, как нам этого сейчас не хватает. Вот так носите вот это. Ты знаешь, как нам сейчас этого не хватает, чтобы нас повнимали. Давайте еще раз. У белогорских белок появился аккаунт в Инстаграме. Жизнью неутомимых зверей делится местная жительница. Она практически каждый день публикует фото пушистых красавиц, которые с явным удовольствием позируют амурчанки в городском парке. Как рассказал администратор беличьего аккаунта, поймать шустрых и непоседливых белок в объектив – довольно сложная задача. За каждым хорошим снимком – большое терпение и безграничная любовь фотографа к животным. Но пока у аккаунта только 500 подписчиков. А больше полугода назад страничку в Инстаграме завели и белки из Циолковского. И на этом все. Если вы стали свидетелем чего-то необычного, сняли это и выложили в сеть, не забудьте поделиться. Отмечайте нас в постах AmurObul, нижнее подчеркивание ТВ и ставьте хэштег «Область в сети» и, возможно, увидите свои кадры в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok